Сохранить не потревожив, воссоздать не навредив. Первый шаг к восстановлению дома крепостного фабриканта Грачева на улице Колотилова сделан. В здании, где располагается дом детского творчества номер 3, начали менять стеклопакеты. А еще несколько лет назад Департамент культуры неоднократно выдавал предписания и понуждал собственников начать реставрационные работы. Надо отметить, что это совместная работа с администрацией города. Наш первый совместный опыт, который ввенчался успехом. Надо отдать должное, что без поддержки управления образования администрации города у нас бы ничего не получилось, потому что действительно первые шаги были сложные. Им было сложно согласиться подписать план ремонта реставрационных работ без финансового обеспечения, но все пошли навстречу. В этом году был подготовлен проект комплексной реставрации. Специалисты проектной мастерской изучили архивные материалы и тщательным образом обследовали здания. Цель реставраторов – постепенно вернуть усадьбе в первоначальный облик. На данный момент фасад построен в один цвет на основании сандажей, исторических материалов. Здание будет иметь два цвета. Основная часть – это плоские стены. Будут иметь охристо-желтый цвет. Декоративные элементы, карнизы будут иметь, останутся белыми. Дом богатого ивановского крепостного крестьянина Ефима Грачева – памятник федерального значения. Это самое старое каменное жилое здание в Иванове в стиле классицизм. Оно было возведено в 1774 году. Грачев был крепостной, а имел фабрики, хотя официально он значился приказчиком. Был крепостной, а давал деньги в долг графу Фреметьеву. Вот почему-то он занимал у него деньги, причем крупную сумму по 5-10 тысяч рублей, ну на какие-то сроки. То, что он деньги брал, это известно. Просто отдавал назад – неизвестно, возвращал ли он долги. Но, во всяком случае, Грачев получал постоянно какие-то, в общем-то, всякие привилегии. Здание несколько раз меняло своих хозяев. После революции здесь располагалась начальная школа, затем дом пионеров, который в 1991 году был переименован в дворец детского творчества номер 3. Усадьба уже давно требовала ремонта. И вот, пока дети находятся на каникулах, строители спешат выполнить свою работу, чтобы к началу учебного года учреждение встретило воспитанников обновленным. Мы, конечно, всегда знали и ценили, что мы работаем в памятнике архитектуры, и что у нас отношения и детей, и родителей, и педагогического коллектива всегда было трепетно и нежно. Мы старались как-то поддерживать порядок и чистоту, но, тем не менее, конечно же, ремонт требовался. Поэтому, когда мы узнали, что нам выделены деньги на ремонтные работы, сказать, что несказанно были счастливы, это мало. В этом году из городского бюджета на замену окон было выделено около 700 тысяч рублей. На комплексную реставрацию требуется порядка 10 миллионов. Какие работы будут следующими, зависит от объема финансирования. По мнению специалистов Департамента культуры, в первую очередь нужно привести в порядок фасад. Реставраторы также планируют восстановить утраченное чугунное крыльцо с балконом и отреставрировать ездные ворота. Они вновь должны стать симметричными, как это было 240 лет назад. Сохранить не подревожив, воссоздать не навредив. Продолжение следует...